Оперативное совещание прошло в районном центре культуры и досуга города Видное. Его участники отчитались об итогах работы за прошедший месяц. Заместители главы муниципалитета, руководители управлений и служб округа не только подвели итоги работы за январь 2020 года, но и озвучили планы на ближайшее будущее. Исполняющий обязанности главы Ленинского района озвучил изменения в рейтинге 50, который позволяет оперативно определять эффективность работы муниципальных властей в Подмосковье. По итогам 2019 года Ленинский район занял 34 место, что является так называемой «желтой зоной». На будущий год Алексей Спасский поставил задачу перейти в «зеленую зону». Нам в обязательном порядке нужно сохранить все самое лучшее, то, что уже наработано годами, те практики, которые есть, ну и подумать, что может быть привнести в новую. Обязательно встреча в коллективах, обязательно встреча в территориях, обязательно разговор с жителями и где-то на равных, где-то, может быть, принимая их наказы. Краткие итоги работы в сфере образования, медицины, культуры и спорта подвел первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков и обозначил задачи на февраль. Одна из основных – привлечение новых кадров в местное здравоохранение и поддержка работников медицинской сферы. Мы фактически оказываем меры компенсационной поддержки, аренду по 15 тысяч в месяц. Это 67 специалистов, мы дальше это будем продолжать. Конечно же, это транспортные расходы, но и немаловажные меры поддержки, более 2 миллионов – это поддержка молодых специалистов медицинской отрасли. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в докладе рассказал о планах по ремонту автомобильных дорог и комплексному благоустройству дворовых территорий, число которых в нынешнем году составит 15. Также заместитель главы администрации отчитался по строительству дорог, выезда из деревни Тарычева, проект которого отдан на экспертизу, и выезда из 6 микрорайона. Производится монтаж монолитной водопропускной трубы, монтаж сетей ливневой канализации и разбивка трассы инженерных сетей. На площадке задействованы 11 единиц техник, 24 рабочих. В настоящее время застройщик наработает темп работы для сдачи объектов в заявленные сроки до 1 июня 2020 года. На совещании был затронут вопрос несанкционированного вращения с отходами на территории Раменского городского округа, который находится вблизи поселка Володарского. С участием руководства заместителя, курирующего Раменского городского округа, сотрудников полиции, надзирающих органов, было проведено совещание в Володарском поселении, на котором было заявлено о том, что администрация Раменского района примет исчерпывающие меры для того, чтобы, собственно, ликвидировать данную свалку. Речь также шла об очистных сооружениях городского округа. Александр Усков выразил уверенность, что строительство очистных в поселке Петровское будет включено в региональную программу. На данный момент проект строительства таких сооружений в деревне Калиновка проходит московскую областную экспертизу. Немаловажным является то, что мы прекратим с вами работу канализационных очистных сооружений, которые внесли существенный вред в экологию нашего городского округа. Речь идет о КНС, об очистных Купеленко и очистных микрорайона Завидное. Следующее расширенное заседание состоится в начале будущего месяца.